В последнее время Ольга Бухарова довольно часто делится с подписчиками своими мыслями и наиболее важными событиями из личной жизни. В октябре не стала любимой бабушке Ольги, Альбины Андреевны. На протяжении долгого времени женщина серьезно болела и последние дни жизни провела в медицинском учреждении. Бухарова с мамой поддерживали близкую родственницу и делали все возможное, чтобы Альбина Андреевна встала на ноги. Ольга до сих пор переживает смерть бабушки, о чем порой рассказывает в инстаграме. А сегодня Бухарова поделилась с подписчиками, что в скором времени ей предстоит оперативное вмешательство. Правда, она не озвучила свой диагноз. Так получилось, что перед процедурой Ольга заболела. Теперь ее серьезно беспокоит тот факт, что простуда может стать препятствием к своевременному проведению операции. Да давайте заболеем перед операцией, сообщила наследница Ларисы Гузеевой в сторис инстаграма. Многие полагают, что сейчас Ольга Бухарова испытывает все прелести переходного возраста. Она все еще находится в поисках своего внутреннего «я». Ольга предстает перед подписчиками то в образе подростка-хулигана, то в роковой красавице. К слову, знаменитая мама Бухаровой поддерживает дочь во всем и дает ей полную свободу. Помимо этого, Ольга не стесняется демонстрировать откровенные фото в соцсети. Поклонники Бухаровой уверены, у нее прекрасная фигура, а вот сама Ольга в этом очень сомневается. Не так давно она приняла решение похудеть и обратилась за советом к подписчикам, которые порекомендовали ей проверенные способы в борьбе за стройность, правильное сбалансированное питание и активный образ жизни. Лариса Гузеева грубо ответила критикам дочери. 59-летнюю Ларису Гузееву совершенно не смущает тот факт, что Ольга меняет прически, бывало, что она сбревала волосы, носит пирсинг. Лариса уверена, что подобные эксперименты со стилем носят временный характер. Тем не менее, телеведущая считает наследницу настоящей красавицей. Сохрани свою красоту, ты редкая, штучная, писала телеведущая в комментариях к одной из публикаций Ольги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова